Привет, просветители. Несколько раз в году у нас есть потрясающее, не побоюсь этого слова, уникальное возможность пропитаться настоящей гордостью за российскую школу и успехи отечественного образования. Не то, чтобы мы здесь этим не занимались каждую неделю, но тем не менее. Всякий раз я с нетерпением жду выступления Сергея Сергеевича Кравцова в Государственной Думе или, как в данном случае, перед президентом. Потому что иногда действительно хочется перенестись в какую-то параллельную, далекую... Кравцовскую... Реальность, где доска зеленеет, новая с иголочки оборудование блестит, а выпускник педагогического вуза буквально летит в распахнутые двери школы. Что? У каждого есть права помечтать. И когда я слушаю эти рассказы, меня всегда переполняют очень странные эмоции. В одно и то же время хочется плакать, смеяться, рвать на себе волосы и запустить что-нибудь тяжелое в монитор. Поэтому советую при просмотре этого видео держаться подальше от опасных предметов. Всякий раз еще до просмотра выступления министра у меня в голове уже приготовлено своеобразное бинго. Если земля стоит на трех слонах и черепахе, то практически любое выступление Кравцова зиждется вот на этом. Школы строятся, учебники пишутся, новые предметы вводятся. Сколько я уже роликов благодаря этому снял. Флаг поднимается, гимн поется, проблема педагогических кадров решается. А вы знали, что педагогическое образование самое популярное в России? Вот сегодня и посмотрим, сколько пунктов на этот раз наберем. Так где же они? Кажется, мне понадобится ваша помощь. Если вы живете в Щербинке, Сходне или Новогорске, найдите себя на карте и просто порадуйтесь. Ведь теперь и там во все работают наши друзья доставкой еды фудбенд. Впрочем, мы и в других местах. И, конечно, везде, где есть фудбенд, есть и скидка на все-все заказы по промокоду ОСТАПОВ. Круглосуточная по Москве, Алматы и кое-где еще. Скидка многоразовая. Хоть каждый день наслаждайся вкуснятиной. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню фудбенд много пиццы из печи. Самые разные, с мясом, морепродуктами. Острый или нет, свобода выбора. Если нужно меньше теста, закажите покеболы с лососем или креветками. Это и сытно, и полезно, и красиво. Или же берем большой сет разных роллов с рыбой и морепродуктами. А есть и горячие блюда фудбенд со сковородки. Лапша-вок с курочкой или креветками. Кто же ее не любит? Вот необычные пиццы. С ветчиной и солеными огурчиками или креветками и бужениной. Удивите себя и друзей подобным сочетанием. Почему бы нет? Сытно же. Кстати, зрителям-предпринимателям у фудбенд есть франшиза. Помогут открыть кафе и доставку еды в вашем регионе. Ну а если просто хочешь поесть, пиши при заказе код ОСТАПОВ. Скидка на любые блюда. Ссылки ниже и приятного аппетита. Обстановка перед выступлением Кравцова была не самой идеальной для Минпроса. Удивительно, правда? Буквально в течение одной недели друг за другом прогремели весьма резонансные новости, которые мы активно обсуждали в Телеграме. Все о российской школе и странных инициативах именно там. А еще это то место, где мы с вами сможем не потеряться, если с Ютубом станет совсем плохо. Поэтому подписывайтесь. Сначала в РИА Новости заявили, что учителя наряду с дворниками и уборщиками входят в список самых низкоплачиваемых профессий страны. Осталось только понять, это еще победа или уже гойда? Эт новость не обсудил, только ленивый. Я не ленивый, поэтому подробный разбор этого позорища можете посмотреть вот здесь. Затем интернет немного, скажем так, удивился, когда стало известно, что в Казани учителей в школы набирают по объявлениям на подъезде. Ну, наверное, просто столько желающих, что администрация уже даже не знает, что делать. Жители Казани возмутили бумажное объявление на подъездах с вакансиями для учителей в одном из лицеев города. Раскритиковавшие подобный способ поиска сотрудников казанцы посчитали его не солидным и удивились, что в учебное заведение требуется преподавателей практически по всем предметам. А вот я совсем не удивился. Меня гораздо больше поразила следующая новость из Татарстана. В Татарстане не хватает учителей по математике, информатике, физике, химии и биологии. Педагогов-предметников не будет хватать, даже если 100% выпускников этих специальностей устроятся в школы, сообщили в Миноборнауке Татарстана. Понимаете, даже если сказки всем известного дядюшки станут реальностью и все студенты педвузов как один пойдут работать в школу, этого все равно не хватит. А они не пойдут. По статистике Миноборнауки многие выпускники педвузов не идут работать по специальности. Только 55% выпускников, которые учились на бюджете, трудоустраиваются по специальности. И это еще очень хорошие цифры, хочу я вам сказать. И вот на фоне этих потрясающих новостей Сергею Сергеевичу Кравцову предстояло отчитаться перед президентом. Учителя получают как дворники, но все в порядке, Владимир Владимирович. Мне искренне было интересно, поменяется ли что-либо выступление Кравцова после новости о дворниках. Не поменялось. Да и не стоит забывать про публичную порку министра в Госдуме, когда даже Володин заявил, что слушать сказки Кравцова сил просто больше нет. Теперь о педагогических кадрах. В течение августа, уважаемый Владимир Владимирович, мы с каждым министром образования, каждым ректором института повышения квалификации педагогическими вузами проанализировали ситуацию в каждом регионе, в каждом муниципалитете. Выстроили стратегию заполнения имеющихся вакансий учителей. Очень хочется узнать, что же это за стратегия такая. Реклама на билбордах? Не будешь хорошо учиться, станешь учителем? Ну, просто дворникам уже не актуально. И двоечники такие. Хм, ну как вариант. Сегодня порядка 2% вакансий, это по данным портала Работа России, Министерства труда. Интересно, а какой там будет процент, если учителя от безысходности не будут брать по 1,5-2 ставки? Просто поясню для тех, кто не знает. Если глюки Андреевне напихать в Панамку 38 часов, то вакансия как бы закрыта. По словам министра образования Татарстана Хадиулина, нехватка учителей решается увеличением нагрузки. На сегодняшний день треть педагогов имеют нагрузку более 1,5 ставок. Свыше половины перерабатывающих учителей преподают ключевые предметы, русский язык и математику. Еще одни веселые цифры. Ранее сообщалось, что на начало учебного года не хватает более 2 тысяч учителей. Самая большая потребность в учителях начальных классов, математике, русского, физике, химии, иностранных языков. И это только в одном Татарстане, где чиновники неожиданно решили о проблемах заговорить. С другой стороны, возможно, все это было просто до того, как Сергей Сергеевич Кравцов стратегии разработал. И да, ставим галочку. У нас большую роль в заполнении вакансий играют выпускники вузов. В этом году выпуск составит более 41 тысячи молодых специалистов. И хочу сказать, у нас педагогическое образование остается в тройке популярных профессий для поступления школьников. В этом году средний конкурс в педагогический университет у нас составил порядка 10 человек на место. Я предупреждал. Интересно, а вот мы когда-нибудь доживем до того момента, когда Кравцов будет хвастаться не количеством поступающих. Думаю, практически всем очевидно, что в педвузы идут не только от безумной любви к детям, а количество молодых специалистов, которые не только пришли в школу, но и задержались там. Ну а я продолжу нагло использовать статистику из Татарстана. Есть у меня ощущение, что в других регионах страны ситуация вряд ли кардинально отличается. Назван средний возраст педагогов. Он составил 48 лет. Только 21% от всех педагогов Татарстана являются молодыми преподавателями до 35 лет. Большая часть всех педагогов женщины, 89%, остальные мужчины. Ну как, циферки. И да, это не молодые специалисты, которые еще и трех лет не отработали. Это педагоги моложе 35 лет. Сколько же там тогда тех самых выпускников, которые так рвутся в школу? То есть ребята молодые пошли выбирают профессию учителя. Окей, пусть будет так. Даже странно, что про престиж профессии ничего не сказали. Это, конечно, упущение. Мы развиваем инфраструктуру и ваше поручение по строительству 1300 школ мы выполним досрочно уже к 1 сентября, фактически, а не к концу этого года. Про строительство школ сказали. Тут юрничать не буду. Это действительно здорово и очень важно. Слава богу, что пока на это деньги выделяются. Также в День знаний откроют новых 132 школах современных и многие школы с бассейнами. То есть таких школ, можно сказать, и в мире очень мало. Какие строятся у нас в стране действительно очень современные, хорошие школы. Вы многие посещали, сами видели те стандарты высокие, которые мы задаем. Не буду напоминать про дагестанскую школу в вагоне. Но, с другой стороны, это про новые школы, а не про школы в вагоне. Хотя, возможно, и школы в вагоне тоже лучшие в мире. Вы поздравили с праздником, Днем государственного флага Российской Федерации. У нас два года подряд по понедельникам школы поднимают государственный флаг. Также приняты поправки в Конституционный закон о том в марте, что не только в школах размещаются государственные флаги, но и в дошкольных учреждениях, в детских садах и в колледжах. Тоже очень важно. И исполнение гимна нашей страны. Чек, чек. Формирование патриотического настроения, и самое главное, неформально. Любовь к нашей родине, к нашей культуре. Неформально. А министр точно знает значение слова неформально. Тут просто какое ни возьми, и все вряд ли подойдут. В этом году в школу возвращается предмет труд. Это тоже очень важно, значимо. Давно ждали это решение. Учитывая, что практически все, что сделали, это просто поменяли название технология на труд, то не особо понятно, что, собственно говоря, тогда так долго ждали. Я снимал отдельное видео, в котором сравнивал программы по технологии и новому труду. И различия были найдены в названии предметов. Но вводится новый предмет. Основа безопасности и защиты родины. Окей, новый. Звучит хорошо. А если мы в русский язык пару тем из университета добавим, это тоже будет новый предмет? А также школьники будут обеспечены всеми учебниками. Вот и про учебники сказали. Ну что, полный комплект. Что из вышеперечисленного должно решить главную проблему? В школе некому работать? Не совсем понятно. Какие-то магические стратегии. Но про них никто не знает, наверное, чтобы не сглазить. Школьники уже который год учатся по новому ФГОС, а учебники для них еще только разрабатываются. Тут тоже тишина. Зато труд вернули. Считаю, что после подобного выступления можно гораздо смелее смотреть в будущее. Тут главное правильно расставить приоритеты. В школе не хватает учителя математики. Зато при поднятии флага никакого формализма. У учителя русского дикая нагрузка. А мы технологию переименовали. В школе нет молодых педагогов. А у нас ОБЖ новый предмет. Учитель получает зарплату дворника. А мы стратегию разработаем. Просто старайтесь во всем видеть позитив. Мне кажется, это главный вывод после любого выступления Сергея Сергеевича Кравцова. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересные. Все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе. В понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.